Время новостей. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Два миллиона казахстанцев нуждаются в собственном жилье. По словам экспертов рынка недвижимости, ситуация в стране не изменится, пока процентная ставка не снизится хотя бы до коридора инфляции. Это около 5%. Ставки, которые предлагают банки второго уровня, просто невыгодны для рядовых казахстанцев. Но, несмотря на это, цена на жилплощадь продолжает расти с года в год. Наш корреспондент продолжит. Каждый седьмой казахстанец не имеет собственного жилья. По словам экспертов, этот вопрос будет стоять еще лет 15. Чтобы решить его, темпы строительства необходимо ускорить. Пока жилые квадраты в Казахстане в дефиците. И при том, что их стоимость непомерно высока, цены на жилье продолжают расти. За последние семь месяцев наиболее заметно это в Петропавловске, Усть-Каменогорске и Шемкенте. То есть прирост составил 7-5% где-то так в этих городах. Что касается Алматы, то здесь средняя стоимость предложений возросла примерно на 3%. В столице менее 1%. Если говорить о показателях за 12 месяцев за год, то относительно июля 2018 года тоже у нас наблюдается прирост в большинстве регионов. И в Алматы он составил около 12%. В Астане, в Султане порядка 2%. И в Шемкенте более 16%. Согласно данным портала недвижимости, осенью спрос на жилье увеличится. Эту пору не зря называют горячей. Так купить однокомнатную квартиру в столице можно будет в среднем за 13 миллионов тенге. В Алматы около 15, в остальных регионах цена значительно ниже – 7-7,5 миллионов. Кстати, свое влияние на скачок цен оказывает и повышение курса американской валюты. Некоторое влияние курс все же оказывает. Исторически сложилось так, что это для населения наиболее приемлемый способ сохранения средств. То есть, когда какая-то дестабилизация курса какая-то начинается, вот эта вот привязка к доллару, она немножко крепнет. Нужно понимать, что цены предложений – это не цены сделок. То есть, необходимо с продавцом выговаривать возможность торга, потому что иногда вот эта вот уступка может превышать размер вот этих вот коррекций даже. Влияют на стоимость квартиры или дома и ипотечные программы. Чем выше процентная ставка, тем больше цена и переплата. В целом, по прогнозу специалистов, с начала года в Казахстане заключено более 144 тысяч договоров купли-продажи жилых площадей. Во втором полугодии ожидается еще больше – около 190 тысяч. Самая главная проблема – это процентная ставка. Те ставки, которые, ну, например, есть, те же выделяются, как банки второго уровня. 12-15 процентов – это физически тяжело осилить, это, как бы, отметить. Это кредитное радство, по сути. Основное время они оплачивают только вознаграждение. В рамках процентная ставка должна быть не выше ставки инфляции. Примерно эта ставка 5-6 процентов. Это примерно рыночный механизм. За годы независимости в Казахстане возведен 141 миллион квадратных метров жилья. С каждым годом число людей, переезжающих из сел в города, увеличивается. По этому проблему дефицита жилплощади в ближайшее время решить не удастся. Эксперты рекомендуют ежегодно сдавать не менее 20 миллионов квадратов. Морала Манжолова, Асхат Куракойшиев, Хабар, 24. Почти миллион квадратных метров жилья планируют сдать в эксплуатацию в Актюбинской области. Всего 8 тысяч квартир. Многоэтажки возводятся в рамках программы «Нурлежир» в новых массивах, как в черте города, так и в его районах. 30% работы уже выполнили, говорят специалисты. На обеспечение населения собственным жильем из бюджета выделено 200 миллиардов тенге. Уже за 7 месяцев текущего года мы ввели 363 тысячи квадратных метров жилья. Это 2500 квартир. Для многодетных семей мы построим 263 квартиры. А также для социально-уизвимых условий населения мы построим 361 квартир. Между тем, 170 западноказахстанских семей смогут улучшить свои жилищные условия по программам БАК-ТОТБАСА. Из них 80 многодетные, в остальных растут дети с ограниченными возможностями. Все они могут приобрести квартиру не дороже 10 миллионов тенге под 2% годовых и рассчитываться за нее до 20 лет. Преимущество данной программы уже оценили 13 семей, получивших одобрение от банка. На данный момент они ищут подходящее жилье. Еще 46 заявок по программе на стадии рассмотрения. Сейчас городской отдел жилищно-коммунального хозяйства выдает направление для участия в программе. Всего в областном центре по различным категориям в жилье нуждаются 19 тысяч человек. Мы подтверждаем, что семья действительно стоит в очереди на жилье по требуемой категории. Они получают направление, далее обращаются в банк. Направление с Акимата нужно будет взять до подачи кредитной заявки. В случае, если обратившийся не пройдет проверку платежеспособности в банке, сниматься с очереди он не будет. Чем ближе к центру, тем дороже. Это жилищная аксиома в столице Грузии. В моде также мансарды в многоэтажках. Страна туристическая, поэтому очень популярна аренда жилья. Требования и у гостей, и у местного населения почти одинаковые. Все мечтают о шикарном виде на горы, крепость и реку. В столице стоимость одного квадратного метра колеблется от 500 до 1000 долларов в зависимости от расположения. Однако эксперты говорят, что в последнее время продажи на рынке недвижимости снизились. Основных причин две. Первое. Банковские регуляции, усложнившие выдачу ипотечных кредитов. Второе. Ужесточение правил при строительстве. По этой причине уже остановили много объектов. А строители, в свою очередь, стали повышать цены на недвижимость. Так как выполнение необходимых норм стало обходиться значительно дороже. В прошлые годы заметился спрос на недвижимость среди иностранцев. Ликвидировали, лидировали, вернее, страны бывшего СНГ. Это Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. А также активизировались страны Европы, Израиль и Америка. Купить иностранцу недвижимость в стране было довольно просто. Нужны были только паспорт и деньги. Однако, по словам экспертов, сейчас ситуация меняется. В прошлом году самыми активными при покупке недвижимости в Грузии были сами граждане страны. Однако были предпосылки и ожидалось, что все больше иностранцев будет приобретать дома, квартиры, коммерческие площади. На сегодняшний день, исходя из банковских регуляций, люди, не являющиеся гражданами Грузии, не могут свободно приобрести недвижимость. Появились существенные ограничения, а представители нескольких стран вообще не могут производить инвестиции из-за повышенных требований. К тому же, для иностранцев цены на квартиры завышены. Это тоже повлияло на снижение активности в приобретении жилья в Грузии. И это все сильно ударило по среднему бизнесу. А вот в Израиле жилищный кризис. Не хватает квартир. Темпы строительства сильно снизились из-за политики Минфина, а население страны растет рекордными темпами. Как результат, беспрецедентный рост цен. Одно из самых распространенных предвыбранных обещаний в Израиле – снизить цены на квартиры. Из года в год, уже десятилетиями, политики говорят – выберите меня, цены снизятся. А они продолжают расти. Средняя цена за четырехкомнатную квартиру в центре страны – около полумиллиона долларов. Нынешний министр финансов обещал – за четыре года по специальной программе построим 30 тысяч квартир и будем продавать их по сниженным ценам, разыгрывая в лотерею. Эффект получился ровно обратный. Покупка квартир снизилась в ожидании дешевого жилья, стройки замерли, а спрос остался прежним. Сегодня, вот сейчас у нас выборы, сейчас немножко спокойно. После выборов происходит ситуация следующая. Построить ничего не построили. Спрос продолжил расти и растет. Что произойдет автоматически? Естественно, цены на недвижимость должны пойти вверх. Главная причина роста цен, по мнению экспертов, – дефицит квартир. Израиль с демографической точки зрения развивается очень быстро. За 70 лет его население увеличилось в 10 раз. В средней семье трое детей, которые вырастают, тоже создают пары. В результате строительство никак не может угнаться за спросом, который растет год от года и только подстегивает рост цен. Еще оказалось, что дешевые ипотечные кредиты сильно влияют на цены и тоже не в лучшую сторону. Получилась ситуация, что деньги практически ничего не стоили. То есть можно было брать, если человек до 2008 года брал миллион шекелей и платил их денег, он после 2008 брал миллион триста и платил тот же X денег. Значит, что произошло автоматически? Деньги обесценились, естественно, цены на квартиры поднялись. Все попытки властей повлиять на рынок окончились плачевно. Квартиры становятся все менее доступными. По статистике, лишь 20% израильтян владеют своим жильем, а количество способных его купить снижается. В год в стране сдают примерно 40 тысяч квартир, которые раскуплены еще на стадии строительства. Эксперты бьют тревогу. Такими темпами лет через 15 новое поколение останется вообще без своего жилья. Сергей Услендер, Хабар 24. А в столице Германии хотят на пять лет заморозить размер аренды за съемное жилье. Причина – стремительное повышение квартплаты. К примеру, в Мюнхене за последние 12 лет стоимость арендной платы выросла на 61%. А в Берлине цены и вовсе взлетели на 70% за 7 лет. Немцы недовольны ситуацией. Этой весной в 18 городах Германии прошли протесты против подорожания арендного жилья. Берлинцы даже собрали 77 тысяч подписей ради референдума, цель которого – выкупить квартиры в пользу государства. Инициативу в итоге рассмотрели в Сенате Берлина и решили не национализировать недвижимость. А пока только лишь заморозить стоимость аренды за съемное жилье. Законопроект теперь должны одобрить члены Сената. Его уже поддержали многие политики. Но не союз владельцев недвижимости. Ведь хозяева будут меньше зарабатывать на своих объектах. А если захотят все же поднять аренду, будут наказаны. Штраф может грозить до 500 тысяч евро. Правда, коснется он только крупных фирм, владеющих десятками квартир. Цены на арендное жилье, я все же думаю, не удастся остановить в течение пяти лет. Вне зависимости от того, что рассматриваются новые законы с очень огромными штрафами для владельцев, арендодателей. Я думаю, все равно пока не будет достаточно жилья, остановить рост цен практически невозможно. Я считаю, что нужно строить. Однозначно нужно строить, строить, строить. Национализировать жилье не приведет ни к чему хорошего. А вот в Украине президентские и парламентские выборы негативно повлияли на рынок недвижимости. Во время проведения политической кампании продажи жилья резко упали. Стоимость одного квадратного метра в Киеве, например, сейчас в среднем составляет от 800 до 2000 долларов. Однако, по оценкам экспертов, активность покупателей должна возрасти уже этой осенью. Тему продолжит моя коллега. Курс национальной валюты Украины с начала августа стабилен. Сейчас стоимость доллара составляет 25 гривен и 50 копеек. Еще в январе он был немного дороже. Но, несмотря на это, на рынке недвижимости сейчас затишье. Активности эксперты ждут уже к осени. Мы сейчас наблюдаем это укрепление курса гривны. Доллар относительно гривны сейчас стоит дешевле, чем стоил еще несколько месяцев назад. А поскольку у нас традиционно люди в Украине привыкли привязывать стоимость квадратного метра все-таки к доллару, те люди, у которых накопление в долларах, сейчас тоже не торопятся покупать жилье, пока курс не повысится. Век комплексного строительства люди заинтересованы в жилье нового поколения, так называемых умных домах, безопасных, энергоемких и экологичных. Цена квадратного метра в среднем составляет от 17-18 тысяч гривен за квадратный метр. Это на объекты эконом-класса в районах окраинных и приближенных к центру. Порядка 800 долларов, если пересчитывать по курсу. Чем ближе к центру, тем выше цена за квадратный метр. Цена в принципе стабильна, нельзя сказать, что она сильно колебалась. Доходит цена максимально в центре в районе 2000 долларов за квадратный метр. Это у застройщиков за объекты бизнес-класса. По мнению экспертов, приобретать недвижимость в летние месяцы выгодно тем, кто хранит деньги в национальной валюте. Асиль Жамбарши, Айда Кадырбая, Сергей Качанов, Хабар-24, Украина. 40 человек погибли, еще более 250 получили ранения во время вооруженных столкновений в Йеменском Адане. Об этом сообщил координатор гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций Лиз Гранде. Она призвала конфликтующие стороны сделать все возможное для защиты мирных жителей. Сейчас в город направлены медицинские бригады для спасения раненых. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Напомню, 8 августа сепаратисты из Южного Переходного Совета призвали свергнуть правительство президента Йемена Абдрабу Мансура Хади. Его поддерживает Саудовская Аравия. После отряда сепаратистов предприняли попытку переворота в южной столице Адана и атаковали в районе президентского дворца боевиков исламистской вооруженной милиции Аль-Ислах. А в американской Песеливании загорелся детский сад. Погибли пятеро детей. Им было от 8 месяцев до 7 лет. Еще двое взрослых получили ранения. Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло в частном трехэтажном центре. Предположительно, огонь вспыхнул в гостиной и за считанные минуты охватил все здание. Начато расследование. Специалисты выясняют причины возгорания. Известно лишь, что у центра были все необходимые разрешения на работу. Тем временем в Индии муссоны продолжают уносить жизни людей. По последним данным, жертвами непогоды стали как минимум 147 жителей. Сотни тысяч индийцев эвакуировали. Всех их разместили в специальных лагерях. Властями было организовано почти тысяча временных убежищ. Больше всего от сильных дождей пострадали штаты Керала, Карнатака и Махараштра. Там сильные дожди вызвали многочисленные оползни и наводнения. Из-за поваленных деревьев нарушено железнодорожное сообщение. В Мьянме до 51 человека возросло число жертв оползня. Ранее сообщалось о 17 погибших. Еще порядка 80 жителей пропали без вести. Мощный поток грязи и камней сошел на один из поселков на юго-востоке страны и накрыл около 30 жилых домов. Отмечу, сейчас Мьянма страдает от сильных дождей. За неделю из-за непогоды свои дома вынуждены покинули более 38 тысяч человек. В Туркменистане начала работу Каспийская выставка инновационных технологий и смотр мировых достижений автомобилестроения. Мероприятие приурочили к началу проведения первого Каспийского экономического форума, который должен состояться сегодня. Что представили на осмотре достижений и чего от выставки ожидает казахстанская сторона, расскажет наш корреспондент. Восточное гостеприимство в симбиозе с современными технологиями. Так можно описать Каспийскую выставку инновационных технологий и смотр мировых достижений автомобилестроения в Туркменистане. Павильоны открыли на территории Международного морского порта. И там есть на что посмотреть. Наша национальная выпечка называется пешме. Пешме? Да. Пешме. Интересная. Мини-баурсак. Участников выставки старались удивить разными способами. Для этого они даже научили танцевать роботов и плавать железных рыб. Особое внимание уделили спорткарам. В Туркменистане производят? Нет, не в Туркменистане. Это производится в Италии. Это очень редкая модель. И разумеется, ретроавтомобилям – настоящие сокровища для коллекционеров. Нравится? Нравится. Очень нравится. Молодцы. Это, по-моему, американская модель, да? Ну, наверное, я не разбираюсь в тех машинках. Казахстан и Туркменистан – крупные экономические партнеры. Чаще всего производителем является Казахстан, а соседнее государство потребляет нашу продукцию. Торговый оборот в среднем составляет 99 миллионов долларов США. В основном мы экспортируем муку и пшеницу. Также туркменская сторона заинтересована в покупке казахстанских рельсов. Ежегодные потребности железных дорог Туркменистана оценивают с ориентировочностью на 13 тысяч тонн. Мы обоюдно заинтересованы, что именно наши рельсы будут использованы при реализации данного проекта. По сравнению с конкурентами у нас уникальная технология закалки, износа стойкости и плюс логистика, в первую очередь, на нашей стороне. У нас сейчас ведутся переговоры с казахской стороной, и мы скоро хотим посетить ваш город и посмотреть на ваш завод. И тогда наше руководство уже подпишет договоренность с вашим руководством. Нашу страну на выставке представили 14 компаний. Они заинтересованы в поисках экономического партнера в таких сферах, как транспорт, аэрокосмическая промышленность и фармацевтика. Первых результатов уже удалось достичь. К сотрудничеству готовы несколько туркменских бизнесменов. Участие в данной выставке позволит нашим предприятиям заключить дополнительные контракты. Помимо расширений действующих по поставкам арматуры, рельс и трансформаторов. Ожидаем, что будут определенные успехи и у производителей коммерческой автотехники, производителей фармацевтических препаратов. В прошлом году главы прикаспийских государств приняли исторический документ. Они укрепили правовой статус Каспия. Теперь же необходимо использовать весь экономический потенциал этого водного бассейна. Для его раскрытия в зоне отдыха АВАЗа пройдет первый Каспийский экономический форум. Елена Устимович, Марк Брюшко, Жасен Беркенов, Асхат Каракойшиев, Хабар 24, Туркменистан. К этой минуте все. До встречи. Хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok